Привет! Сегодня хочу разобрать работу Вячеслава. В задании было указано сделать баннер с приглашением на открытие кофейни. Что ж, задание интересное и достаточно емкое. Мне понравилась идея у Вячеслава. Именно фирменный стиль, декоративные элементы, сочетание декоративных элементов с логотипом. Все четко, интересно, современно. Но в плане верстки хотелось бы все-таки этот макет улучшить и завершить. Потому что сейчас он из-за верстки кажется сырой. В задании было четко указано, что информацию с датой проведения, местом проведения и времени необходимо было вынести отдельно в блог. Сейчас же вся информация находится в тексте, поэтому не цепляя внимание, читать становится именно данную информацию сложнее. Этот момент нужно привести в порядок, сделать более читабельным, более акцентным каким-то. Также мне не понравилась примененная кнопка. Все-таки кнопку хотите сделать геометричную, так как у нас в фирменном стиле показаны четко угловой декор, декоративные элементы. Поэтому кнопка немножко не вписывается в общую стилистику фирменного стиля данного бренда. Сегодня мне Саша сделал то ли замечание, либо рекомендацию, что я слишком меняю композиции и работу участников при разборах была стала. Что ж, постараюсь сегодня связать себе руки, оставить максимально похожую композицию и работу, чтобы не создавалось ощущение, что это абсолютно новая работа. Итак, давайте посмотрим, что получилось. Конечно, здесь еще можно вправить и вправить, да, и вносить какие-то свои изменения. В первую очередь я увеличила наш кофе, чтобы на него сделать акцент. Также я добавила геометрику, чтобы подчеркнуть наш фирменный стиль, потому что у нас фирменный стиль достаточно четкий, острый и геометричный. Правый логотип я убрала, так как он у нас дважды повторяется на наших чашках, на стаканах. Крестик оставила, мне он понравился, именно что он тоже четкий, линейный. В плане шапки, да, я вынесла всю нашу информацию, место проведения, время и дату наверх, чтобы отделить текстовый блок от остальной информации. Чтобы в любом случае, да, у нас глаз падал именно на данную четкую информацию, на факты. Добавила заголовок «Открытие новой кофейни» и оставила текст. Вячеслава, она изменила именно какую-то его часть. Не помню здесь точно, что было. А, здесь были «Дорогие друзья», а я сделала более персональный баннер, потому что когда у нас открывается баннер, его видит один человек. И хотелось бы именно не обобщенную направленность сделать, а личную. И упростить слова, что «Привет», как будто бы у нас идет именно такая дружеская атмосфера, чтобы ближе расположить к себе пользователя. В плане выноски «Дарим кофе», да, она была у нас где-то в середине, вот, и в честь этого дарим вам два кофе в подарок. И потом только у нас была кнопка «Получить кофе». То есть выноска и кнопка, они были не столь очевидны и не привязаны. Я вынесла это в отдельный блок и привязала к кнопке. То есть мы, смотрите, мы сперва видим в первую очередь нашу фотографию, потом дата, заголовок, текст, относящийся к заголовку, подарок. И делаем уже акцепт «Хочу кофе». Вот, в плане фотографии, фотография плохого качества, я ее, конечно, увеличила, растянула, потому что не стала заменять ее. Чтобы все-таки композиция и макет оставался прежний, да, хотелось бы просить вас обрабатывать фотографии более качественно. Именно прорабатывать все вот эти края, границы, может, теньки расставлять. Сейчас фотография кажется абсолютно непроработанной. Именно в таком качестве ее оставлять здесь нельзя. Ну, вот и все. В принципе, разбор получился максимально короткий, потому что много изменений не потребовалось для данной работы. Просто расставили некоторые акценты. Хотелось бы опять услышать ваше мнение, ваше пожелание. Может быть, здесь в любом случае, да, можно что-то улучшить и изменить. Возможно, Вячеслав после этого разбора выведет для себя новую стилистику. Может быть, уберет данную рамку, да, чтобы работа получилась более чистой. Почему бы и нет? В принципе, так мне даже, возможно, и больше нравится. Вот, ну, все. Спасибо. Всем пока. Пишите комментарии.